2 февраля на часах 9 утра. В Центральной поликлинике по улице Советской Конституции идет планомерный прием пациентов. Работа ведется в два этапа. Те, кто имеет симптомы, подобные вирусные инфекции, обслуживаются в красной зоне, с другой стороны учреждения, а пациенты, обратившиеся за помощью по другим вопросам, в зеленый, традиционный. Сегодня здесь типичная для поликлиники обстановка, хотя так было на неделе не всегда. Где-то с пятницы уже пошел рост заболевательствами острыми респираторными вирусными инфекциями и ковидной инфекцией. Пик у нас был в понедельник на этой неделе, особенно после выходных. Но даже несмотря на то, что наши поликлиники взрослые работали в субботу и воскресенье, пик был, еще раз скажу, это обусловлено ростом заболеваемости как ковидной инфекцией, так и острыми респираторными инфекциями. Вот этот вирусомикрон, который к нам пришел, он более такой заразный и поражает очень сильно население, сильнее связывается с рецепторами. Ну и нагрузка выглядела так, вот если даже сравнивать понедельник и вторник, то во вторник уже нагрузка была порядка в два раза меньше. Конечно, у нас было задействовано очень интенсивно наши красные зоны, интенсивно задействованы были контактные бригады, которые ездят, обслуживают ковидных пациентов на дому. Ну и, конечно, выросло количество обращений на дом. Если так вот брать понедельник, то количество вызовов на дом, даже в среднем, по одному даже участку, составляло в среднем около 15 вызовов. Довольно солидная нагрузка была. Медики констатируют, количество заболевших коронавирусом типа омикрон существенно возросло. Кроме того, не сбавляют активности сезонные вирусные заболевания. Именно поэтому врачи рекомендуют горожанам воздержаться от похода в людные места, по возможности больше находиться дома. А если все же коварные симптомы дали о себе знать, лучше будет вызвать врача на дом, либо получить больничный по вновь введенным правилам. У нас по указу президента по 143, это 14-й пункт, наниматель имеет право, когда его работник заболел, значит, 3 дня поболеет без больничного. Есть такое. Конечно, наверное, в этой ситуации надо этим воспользоваться. Несмотря на увеличившийся поток пациентов, доктора говорят, что ситуация на данный момент под контролем. Есть особенность течения этого омикрона. Он более заразный, но все-таки протекает более легко. Особенность, кто полноценно привит и ревакцинировался, особенно лайтом, кто практически даже могут быть или бессимптомные, или такие легкие формы. И количество госпитализированных в понедельник, ну, было немного, их было единицы, по большому счету. Вот есть такие особенности. Но нагрузка на поликлинике сейчас возросла. Конечно же, вопрос профилактики никто не отменял. Поэтому в учреждениях здравоохранения продолжается процесс вакцинации и ревакцинации пациентов. Кроме того, актуальными остаются меры по социальному дистанцированию, ношению масок и обработке рук антисептиками.